Эти картины не появились бы в выставочном зале, если бы не работа преподавателей. Они вели ребят с самого начала, с подготовительной группы и до выпуска. В этом всего 14 человек. Но они смогли своими картинами заполнить весь зал. Здесь много триптихов, то есть дети сделали не по одной работе, а по три. Обычно же серии работ делают редко. Картины самые разные. Это и графика, и декоративная живопись, и пейзаж, и натюрморт. Темы очень разные, совершенно разные. Темы, есть иллюстрации к большому роману, допустим, Кристофера Павлини, к тетралогии «Эрагон». Есть композиции серьезные на социальные темы, то есть очень разные работы. Есть фантазийные совершенно работы, вот морские подводные фантазии. Графика интересная, которую можно долго-долго рассматривать. Там очень много мелочей. То есть автор фантазировал, что-то придумывал, что-то может быть на дне в море. Ребят учили не только видеть красоту, но и создавать ее. И кем бы выпускники ни работали, они навсегда сохранят этот навык. Кстати, уже сейчас многие понимают, что свяжут свою жизнь с творчеством. Для кого-то же рисование останется просто как хобби. Я выполняла монументальную живопись. Здесь я изобразила жизнь самой художной школы, а именно самое любимое время учеников – это пленэр. Здесь ученики могут расслабиться, кто-то может попрыгать на скакалке, кто-то может просто отдохнуть, почитав книгу. На моей работе изображена Псковская область, потому что там много моей родни. И мне очень нравится, когда при осени и храмы, и деревни, поэтому я решила это все изобразить на картине. Я очень люблю закаты и восходы, поэтому в моей работе мне хотелось передать всю эту тишину и теплый свет, солнце и всю эту красоту природы. Подростки понимают, что занятий будет им не хватать. Многие будут продолжать рисовать дальше, вне зависимости от выбранного в будущем пути. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.